Ну, личности, то есть человека, индивида, правда, всегда против личности, конечно, но тут как-то против личности, личности. Ну, я подозреваю, тут идет речь о теле. Вы видите, посередине женщина, а тут два мужика. Это изнасилование. Есть такой состав. А если вы еще по морде ему стукнули в этот момент, как отбирали, это будет разум. Ну, вот. Ну, 158-я самая такая легенькая, то есть лучше выбирать, то есть если хотите выбирать, 158-ю лучше. И последний – это состав. Уголовный кодекс делится пополам. В одной части – это общая часть, это где то, что я сейчас вам все проговаривал. А вторая часть – конкретные составы преступлений. Они там разбиты на главы по принципам объекта противоправного посягательства. То есть по объектам, на что человек посягает, и там уже так они расписывают, что это такое. Начинается со 105-й статьи. И первое – это преступление против личности. Преступление против личности. Ну, личности, то есть человека, индивида, правда, всегда против личности, конечно, но тут как-то против личности личности. Ну, я подозреваю, тут идет речь о теле. Вам необходимо запомнить статью 105-ю. Ну, как лучше запомнить? Это убийство. Вот, был, в школе был колышник, а другой был отличник, и колышник убил отличника. И стал от отличника ноль. Он умножен. 105-я статья. Следующая целая глава называется «Половая неприкосновенность». Это не значит, что полы нельзя мыть. Это другая. Половая неприкосновенность. Здесь тоже легко запомнить. Вы видите, посередине женщина, а тут два мужика. Это изнасилование. Есть такой состав. Следующее – это преступление против конституционных прав. Преступление против конституционных прав. Это у нас 6.6.36. 100.36-я. Статья – это нарушение принципа равенства. Это не работающая статья. Но почему я сейчас ее привел? Потому что у нас будет небольшой тренинг именно по этой статье. 136-я. Следующее – преступление против собственности большой. Очень популярная статья. Люди очень любят. Обычно ее убирают. 158-я – это кража. Тайное хищение чужого имущества. Если вы у человека сперли ручку по-тихому, это кража. А если он смотрит, а вы смотрите в него в глаза и отбираете ручку, это грабеж. А если вы еще по морде ему стукнули в момент, как отбирали, это будет разум. 158-я – самая такая легенькая. То есть лучше выбирать. Если вы хотите выбирать, 158-ю лучше. А санкция небольшая. Следующее – преступление против общественного порядка. Преступление против общественного порядка. Там есть статья, хорошо запоминается. 2.2.2. Это оружие. Ношение, хранение, оружие. Там есть статья, ну, пункт про ножичек, про пистики. Вот, 222. И последнее – против здоровья. Ну, смотрите, я так, я так свое время запомнил. Один раз попробовал, второй раз попробовал и подсел. Ну, 8 бесконечностей. Это что у нас? Потребление, потребление, приобретение наркотических средств или психотропных веществ. Очень хорошая статья. Там даже есть клинические, кому интересно, вообще что-нибудь запомните. Очень интересная клиническая. Все по поводу составов, которые есть в особенной части уголовного кодекса, значит, уголовного права. Пожалуйста, какие есть вопросы. Да. Конституционное, а почему вообще? А, 136? 136. Нарушение равенства людей. Ну, там есть, там, с должностным лицом. Ну, например, если я на зачете, вот у меня было в моей истории, личной истории, было следующее. Один раз в жизни мне помогла моя фамилия. Один раз в жизни. То мешает, потому что писать, он очень длинный. А в школе мне и Литвиненко ставили пятерки по пению. А всем остальным мальчикам ставили четверки. Я долго думал, что я из-за того, что я хорошо пою. А потом оказался просто преподаватель, не знал, мальчик я или девочка по фамилии. И ставил автоматически мне пятерку, думая, что я девочка. Так вот. В данном случае, если он будет должностным лицом, это сегрегация, да, на женский и мужской, это унижение мужчин. То это была бы статья, но он не должностное лицо. То же самое, если делали должностное лицо. Да. Вы говорили, что личная нерабочая конституция, а нерабочая статья. Да. А это что значит? Ну, есть так называемые мертвые статьи. Это статьи, которые очень редко применяются. Есть статьи попсовые. 105-я, 222-я, 228-я. Вообще, это вообще в этом сезоне пик популярности по весне особенного. А есть статьи, которые в Лука написаны, но они очень редко применяются. Ну, я хочу исправить это положение сегодня с вашей помощью. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? И я прошу вас найти 136-й страниц. Продолжение следует...